Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря несколько выступлений представителей Федрезерва Гулсби, Волдера и Боуман. Я не думаю то, что их речь станет источником повышенной волатильности доллара, потому что основной фокус внимания трейдеров едет уже на торговую сессию пятницы, когда будет выступать глава американского регулятора Джером Пау. Тем не менее, все равно будет интересно посмотреть и послушать риторику представителей Федрезерва, понять, какие мысли они сейчас культивируют, чего ожидают от действий американского регулятора, потому что нам нужно уже сформировать свое представление о том пути, которым пойдет американский регулятор в свете последних данных по инфляции и того макроэкономического фона, который сложился после выхода отчета по индексу потребительских цен. Основные релизы этой недели, данные по ОВП, индекс расходов на личное потребление, личные доходы, личные расходы и индекс производственной активности АСМ сектора – это все, начиная с торговой сессии среды. Поэтому сегодня нужно, друзья, финально подсобраться, подготовиться к серьезным движениям на рынке под конец текущей торговой недели и уже для себя решить окончательно, какой позиции вы будете придерживаться касательно доллара. Будете ли вы покупателями, либо продавцами. Но по остальным инструментам, что у нас есть на данный момент. Индекс доллара 103.04. Снижение доллара продолжается. Это, в принципе, было нашей основной тенденции. Мы ожидали то, что американская валюта окажется на новых локальных минимумах, потому что на данный момент времени общий фундаментальный фонд располагает только лишь одному, чтобы индекс доллара продолжил обновлять все новые минимумы и двигался постепенно к долгосрочной цели в районе 100 пунктов. Вчера вышел отчет по продаже новых домов. Очередная статистика, которая разочаровала, собственно, снижение продаж на 5,6%. Ранее мы уже касались темы ситуации на рынке недвижимости и пришли к выводу, что из-за текущего крайне высокого уровня ключевой процентной ставки ипотечный рынок буксует. И это все приводит к тому, что снижаются продажи и показатели реализации недвижимости. Это логичная динамика, логичная тенденция. И она будет продолжена ровно столько, сколько будет удерживаться кучевая процентная ставка на крайне высоких значениях. С прошлой недели тянется индекс ПМИ производственного сектора, который оказался в зоне стагнации, ушел ниже 50 пунктов до 49,4. Поэтому в этой связи крайне интересно будет дождаться индекс производственного сектора АСМ, который выйдет в пятницу. И в случае, если мы увидим подтверждение негативной тенденции, снижение промышленной активности, то тогда, конечно же, можно будет очень сильно уже сомневаться в показателе ВП американской экономики в четвертом квартале. В хороших цифрах, я имею в виду. Поэтому на данный момент установка на снижение доллара остается в приоритете. Я думаю, то, что еще до выступления Паула мы сможем приблизиться к уровню 102.50. Ну, а там уже все будет зависеть от того, что скажет Паул. Золото пока что, тенденция роста сохраняется. 1015 долларов за тройскую унцию сейчас все прежние аргументы, начиная от долгового рынка, ситуации с доходностью и заканчивая рыночным сантиметром. Это все то, что актуально. Сантимент сейчас 30-70, по сути 70% трейдеров толпа находится в продажах. И это подстегивает интерес к сохранению бычей динамики драгоценных металлов и указывает на высокую вероятность того, что путь наименьшего сопротивления для золота сейчас это движение вверх. Средняя-долгосрочная цель по данному активу 2050 долларов за тройскую унцию. И если мы увидим, что под конец этой недели доходности американских облигаций обновят новые минимумы, то тогда золото попробует добраться до указанного целевого ориентира уже в рамках текущей недели. Корреляция с индексом доллара растет и, по сути, вернулась к своим самым лучшим с точки зрения соответствия историческим показателям. То есть можно уже делать выводы о том, что если индекс доллара снижается, то, скорее всего, это будет оказывать поддержку золота. Это сейчас и происходит. Золото покупают, потому что также ожидают, что мировые центральные банки, не только Федрезерв, кстати, а все ключевые центральные банки постепенно будут отказываться от жесткой монетарной политики. И это лишит привлекательности инвестиций в рынок долга, государственные трейджери с облигацией и позволит трейдерам уже искать какую-то альтернативу среди эталонных защитных инструментов. И золото в этой связи, конечно же, может неплохо выстрелить. Евро против доллара 1,0953. В центре внимания трейдеров остаются данные по инфляции в Германии в среду и под конец недели отчет по инфляции в Евразовье в целом. Пока что, скорее всего, снижение инфляционного давления будет оставаться в тенденции. То есть мы увидим еще более низкие ценовые уровни. Однако по мере приближения к целевому ориентирову 2%, становится очевидно, что европейскому центральному банку будет очень трудно добраться в короткие сроки до указанной цели. И Лагард, опять же, на всех пресс-конференциях, которые он давал в последние две недели, подчеркивала, что из-за высоких темпов роста зарплаты есть вероятность того, что высокие ставки должны остаться на текущих уровнях в длительный период времени. Может быть, это также поддерживает интерес к евро, потому что вот эта неопределенность заставляет трейдеров пока что несколько с оптимизмом смотреть на перспективы евро, потому что если Европейский центральный банк все же вернется каким-то образом к траектории повышения процентных ставок, то евро, конечно же, будет пользоваться спросом. Это маловероятно, друзья. Я думаю, что ЕЦБ больше не пойдет на повышение ставок. Но все равно то, что рынок еще остается в состоянии неизвестности и допускает возможность сценария дополнительного ужесточения европейской монетарной политики. Мы понимаем, что евро, а в таких условиях, вряд ли камнем полетит вниз. Не более, что рост евро сейчас еще и подогревается снижением курса американского доллара. Кстати говоря, вице-президент Европейского центрального банка Луис Дегиндевс также отметил, что в ближайшие два месяца есть вероятность повышения инфляционного давления из-за продолжающегося роста зарплат. Цель по евро-доллару 1,10-1,10,50. По британской валюции 1,26-30 текущие котировки, целевой ориентир 1,27-1,27,50. Обновленного новостного фона за вчерашнюю терковую сессию, по сути, не сложилось. Поэтому все. Работаем с тем фундаментом, который тянется с конца прошлой недели. Это сильный отсчет по активности в сфере услуг и крайне оптимистичные прогнозы по темпам экономического роста Англии в этом году от инвестбанков и от Минфина Англии. Доллар иена 148,15. Пока что длинную позицию держу. Глава Банка Японии Уэда отметил, что нет уверенности, потому что Банк Японии очень быстро достигнет целевого ориентира в 2%. Но учитывая то, что в пятницу вышли данные по инфляции, которые показали, что она выросла с 3 до 3,3%, я думаю, что к этим словам Уэда не стоит придираться. И если нет оснований для быстрого достижения инфляции и стабилизации инфляции в районе целевого значения в 2%, уверен, что Банк Японии не откажется от экономической политики. Австралиец против доллара 0,6622 текущей котировки. Наша цель 0,67. Сегодня утром состоялось выступление главы банка, резервного банка Австралии Мишель Буллок, которая подтвердила, что процентная ставка и ее повышение остается как бы основным сценарием на ближайшем заседании. И рынок нефти 80 долларов за баррель. Ждем четверг заседания ОПЕК. До этих пор вряд ли мы увидим серьезные движения, но уже по факту решений в четверг будем ловить, стараться бренд и WC процентов на 5 повыше от тех уровней, на которых эти инструменты торгуются сейчас. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok